Добрый день, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания КВЛОНПРО. Сегодня мы проведем тепловизионное обследование квартиры двухкомнатной и расскажем вам о найденных проблемах. Тепловизионное обследование мы проводим в двухкомнатной квартире. Вот комната и вот комната. Также в кухне. Как мы видим по плану, в этой квартире три стены наружные. Через них идут основные теплопотери. В этих двух комнатах установлены недорогие окна с однокамерным стеклопакетом. А в кухне у нас установлено хорошее окно с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом с аргоном. Посмотрим, есть ли отличия в стеклопакете с аргоном, энергосберегающим стеклом или обычным однокамерным стеклопакетом. Приступим. Есть у нас тепловизор и он нам сейчас покажет, какие проблемы есть в этой комнате. Нас не устраивает дельта больше 6 градусов Цельсия. И мы это будем фиксировать. Вот как раз сейчас мы видим, что есть промерзание угла. Рядом идет стояк. Температура в стояке 39 градусов. И рядом с ним холодный угол с температурой 12 градусов. Этот участок, через который холод попадает в квартиру. Также источником холода у нас является окно. На поверхности стеклопакета температура у нас 12 градусов. На наружной стене температура у нас 14 градусов. На стене внутренней температура у нас 18 градусов. То есть, основные теплопотери в этой квартире идут через угол, который сильно промерзает. Через стеклопакет. И через наружные стены. Так же померзает этот угол. Все найденные проблемы мы фиксируем. И это будет отображено в отчете. Так же детально мы посмотрим на окна. На возможные проблемы с регулировкой. Просмотрим откосы. Здесь они утеплены тонким слоем пенопласта. Толщиной 2 сантиметра. Но вот есть в точке угол с проблемой. Его отмечаем. Отметим, что температура на поверхности стекла у нас 11,5 градусов. Смотрим в этой комнате. Так же все примыкания, перекрытия к стенам. Как внизу, так и вверху. Вот точка повышенных теплопотерь. Под батареей у нас температура 11,5 градусов. Это так же будет отображено в отчете. Идем дальше. В следующую комнату. Видим стояк. Так же проблемный участок за кроватью. С температурой 11,9 градусов. Здесь у нас есть большой балкон остекленный. Поэтому на стеклопакете у нас уже 14,6 градусов. Откос практически не промерзает. Есть небольшая проблемная зона по углам. Это мы фиксируем. Посмотрим на двери. Есть проблемы с промерзанием порога. Также видим, что дверь не отрегулирована. Есть поддувание. Через уплотнитель. Как это видно, это видно тем, что в районе зацепов проблемы нет. А там, где зацепов нет, есть зона, из которой сифонит. Проблемная зона в примыкании наружной стены к плите перекрытия. Это все решается путем наружного утепления. Но делать в квартире это без участия соседей мы не рекомендуем. Отмечаем все найденные проблемы. Переходим к следующей комнате. Это у нас кухня. Здесь установлено хорошее металлопластиковое окно. Откосы в стадии утепления. Наверху 5 сантиметров. По стенам тоненькие полтора сантиметра по виду. Посмотрим, что мы видим в тепловизор. Есть небольшое промерзание по краевым зонам. Но небольшое. Как мы видим, температура на стеклопакете 17 градусов. Что всего лишь на 2 градуса отличается от температуры на внутренней стенке. Можем сделать вывод, что стеклопакет достаточно хороший. Не сравнимо с тем, что мы увидели в прошлых комнатах. Есть небольшое место промерзания под подоконным профилем. Но это видно невооруженным глазом. Также есть проблемная зона в углу. Это мы фиксируем. И отправляем в отчет. Есть промерзание угла кухни. Которое решается только наружном утеплении. Посмотрим, что по полу. Также проблемная зона в районе батареи. Отправляем это в отчет. Этот угол прогрет хорошо. Через вентиляцию тепло уходит, но поддуваний нет. Посмотрим, что с батареей. Батарея греет равномерно. Вот так, друзья, мы провели тепловизионное обследование двухкомнатной квартиры. Основные проблемные зоны вы увидели на видео. Все остальные детали будут в отчете. Примеры отчета смотрите у нас на сайте. Также заказывайте тепловизионное обследование и полный энергоаудит ваших домов и квартир. Стоимость тепловизионного обследования вы можете узнать, зайдя на наш сайт. Ссылка будет под видео. До встречи в следующих видео. С уважением, Павел Аберюкович.